Привет парни, сегодня у нас три я бы сказал взрывные новости, которые являются слухами, но которые явно стоит обсудить. Все они естественно связаны как всегда с иксбоксом, но сразу предупреждаю, некоторые из них не такие радостные как хотелось бы. Перед началом видеоролика обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал и да, заглядывайте к нам в группу вконтакте, где вы найдете самые актуальные новости, мемы и конечно же розыгрыши. Если что, у нас сейчас в розыгрыше лего деси суперзлодеи, поэтому если нет этой игры, можешь поучаствовать. Ссылку на группу я как всегда оставлю в закрепленном комментарии и давайте начнем. Начнем пожалуй с не очень хорошей новости, если вы вдруг думали, что тот самый консольный дефицит закончится уже совсем скоро, то вы очень сильно ошибались. По словам директора Тошибы, поставки микросхем нужных для изготовления достаточного количества приставок будут ограниченными и такая ситуация планируется до сентября 23 года. Да, конечно, данное упущение волнует не только нас с вами, но и владельцев компаний, поскольку они могли бы делать намного больше прибыли, но в данное дело хотят инвестировать, чтобы мощей было куда больше. Также говорится, что Sony и Microsoft могут немного изменить элементную базу консолей, упростив некоторые важные компоненты, чтобы немного миновать эту проблему и быстрее избавиться от дефицита. Да, конечно, несмотря на то, что пандемия уже вроде как прошла, все же она оставила очень сильный после себя осадочек. Кстати, несмотря на это, в сети есть очень разные теории о том, что все это, а именно дефицит, к сожалению, делается искусственно. Правда это или нет, решайте сами, но то, что консоли в производстве немного задерживают, мне тоже так кажется, поскольку новых игр особо нет и, соответственно, нужды в новом поколении тоже. Если честно, это поколение является крайне странным, но об этом мы с вами поговорим в одном из ближайших видеороликов, ну а также в новости, которая будет в конце, поэтому не уходите. Кстати, несмотря на дефицит, вы все равно можете найти новые консоли на Е-каталог. Тут представлена информация о характеристиках консолей, можете здесь же посмотреть самые актуальные предложения, почитать отзывы других ребят и узнать, кому понравилось и кому нет, ну а также сможете сравнить несколько консолей для того, чтобы наверняка сделать выбор. Помимо всего, тут еще и динамика цен есть. Если что, Е-каталог теперь доступен и в Казахстане, поэтому если вдруг ищешь консоли нового поколения, можешь их всегда найти на Е-каталог. Следующая новость касается уже некого поглощения. Сразу говорю, что слух крайне грандиозный и крайне жирный, короче, ой, не факт, что он вообще будет. Но заключается он в том, что компания Microsoft находится в центре крупной сделки Stakes 2. Если кто-то в танке, то данному издательству принадлежит права на такие игровые серии, как GTA, Bioshock, Borderlands, Red Dead Redemption и так далее. Да, если посмотреть на подписку Xbox Game Pass, явно видно, что Xbox, по крайней мере, дружит с серией GTA, RDR, ибо эти игры добавляются уже не раз в эту подписку. Но произойдет ли данное слияние, пока непонятно. Просто знаете, об этом слухе говорили пару месяцев назад, но сейчас этот слух всплывает снова и как-то странно. Но несмотря на это, если бы новые GTA или то самое переиздание некоторых частей добавится в подписку Game Pass, я буду только рад. Кстати, несмотря на то, что ценность издательства довольно высока, можно вспомнить, что у Майка все же куча денег, и они, мне кажется, могли бы себе позволить даже это. Но тут еще важно понимать, что в этой ситуации две стороны должны принять решение, и должно быть очень много формальностей, которые придется соблюсти. Короче, несмотря на этот слух, все равно будем ждать игры от Rockstar в данной подписке. Да, не в первый день, но хотя бы через некоторое время, как это было с GTA 5 и RDR 2. Последняя новость, к сожалению, самая странная, и, как по мне, не очень. Поговариваю, что Microsoft планирует обновить консоли Xbox Series S в 2022 году, заменив в ней АПУ на более новой, который, в свою очередь, увеличит существующую мощь консоли с 4 Терафлопс до 5. Честно, я уже давным-давно не обращаю внимания на те самые Терафлопсы, где их меньше, где их больше, но этот слух меня реально пугает, поскольку какого хрена? Зачем вообще обновлять железо у консоли Xbox Series, если оно в данный момент нормально справляется с новыми играми? Да, я согласен, что есть игры, в которых в технических тестах может быть не все так гладко, но при игре это не особо ощущается. В сети уже, якобы, есть причина такого быстрого обновления, и, якобы, дело в том, что Microsoft видит огромный интерес в подписке Xbox Game Pass именно на консоли Xbox Series S. Но, честно, какая-то такая себе причина, ибо же при условии, что консоль вышла меньше года назад, а в ней уже пытаются что-то добавить и изменить. Также говорится, что обновленная версия Xbox Series S будет стоить 350 баксов, напоминаю, что ранняя версия стоила 300. Ну, а это, в свою очередь, то есть нынешняя, упадет в цене до 189 баксов или там 250. Если вы смотрели предыдущие ролики, вы помните, что мы поднимали тему о новом Xbox Series S, но, по крайней мере, речь была только про наличие дисковода или память. Но, чтобы обновляли железо, речи пока не было вообще. Если начать вспоминать предысторию Xbox Series, то как бы само название намекает о том, что все-таки на двух консолях это поколение не становится. Но, опять же, лично я не вижу особого смысла обновлять что-то в железе, дабы повысить мощность. Просто, знаете, таким способом получится, что Xbox Series станет некой стим-машиной под различные требования. Где-то будет 720p 1080p, где-то там 1080p 2k, ну а дальше больше и как-то вот так. Если же думать глобально, а чем же нам выгоден прирост производительности, то, наверное, ничем, потому что все равно все решит оптимизация. Также хотел бы сразу спросить вашего мнения, а хотели бы вы, чтобы вышла какая-то новая обновленная консоль Xbox Series S и купили бы вы ее за 350 баксов? Напишите в комментариях. Честно, вот эта вот погоня за более мощным железом к добру никогда не приведет. Несмотря на то, что якобы, по словам майков, у них есть супер-мега-прекрасные инструменты для оптимизации и переноса проектов на различные железки, почему-то на данный момент мы получаем неидеальную работу игр. И это при условии, что консоли нового поколения всего лишь две, и одна из них одна из мощных. Кстати, в слухе было указано, что Xbox Series X попадет под горячую руку и получит свой обновленный АПУ уже в конце 2023 года. Поэтому что происходит, не понимаю. Я, конечно же, надеюсь, что это всего лишь слух, поскольку покупать новые консоли уже через пару лет, ну, не очень-то и хотелось. Сейчас как бы и так сложновато их приобрести, но новых консолей, мне кажется, на полках магазинов мы вообще не увидим. Если рассуждать на тему этих тарафлопсов, то пропади они пропадом, поскольку даже на тех же 12 тарафлопсах иногда такая дичь происходит, что капец. Еще, знаете, забавно следить за этим слухом, поскольку каких-то next-gen игр в данный момент мы не увидели вообще. Мы не увидели нормально работающие технологии трассировки лучей. Мы не увидели ни одной новой игры, которая хотя бы показала бы примерную максимальную возможность нынешних консолей нового поколения. Но зато в сети уже ходят слухи про какой-то апгрейд. Честно, я немного бомблю с этой темы, но не потому, что якобы придется покупать новую консоли и так далее. Нет, потому что меня Xbox Series более чем устраивает, и даже Xbox Series S. Просто, знаете, если майки пойдут на этот шаг, консоли будут меняться крайне быстро, и сама суть консолей, а именно купи устройство на 7 лет и забудь, может просто испариться. И мы будем получать что-то подобное, как сейчас получают смартфоны. Каждый год что-то новое, не грандиозное, но обновленное. Конечно, было бы неплохо, если бы, несмотря на это, старые консоли все равно проживали довольно-таки большой период времени, 7 лет, ну, несмотря на более мощные консоли. Но многих пользователей это все равно будет немножко, мне кажется, коробить, что они купили там не самое лучшее и где-то прогадали. Короче, лично я очень надеюсь, что это не более чем слух, он не оправдается, но в любом случае дальше будем следить за ситуацией. В общем, такие вот новости, обязательно жду вашего мнения в комментариях, если вдруг видео понравилось, тебя Лойс, подписка на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok